Здравствуйте, уважаемые друзья! Надеюсь, у вас и всех хорошо началась эта неделя И сегодня, как обычно, мы обсуждаем очередной вопрос на засыпку Вопрос на сей раз касается особенностей поступления в магистратуру Как вы знаете, учеба – это один из вариантов попасть в Канаду И, как правило, есть три варианта Закончить университет, получить бак Продолжить обучение, получить мастер или материн по-французски Закончить третий цикл, стать PHD или докторантом по-русски И все эти три варианта, мы сейчас говорим про университетское образование Не касаемся колледжей, получения среднеспециальных, всяких разных учетных специальностей Так вот, что касается университетских уровней, то я их перечислил И все они дают после окончания университета право на то, чтобы приседавать на открытую рабочую визу Соответственно, если вы отработали по специальности более 12 месяцев После этого вы можете подаваться на статус permanent resident, иммигранта Через вот это вот навершие, да, в шапку Которая называется программа express entry Итак, что касается бакалавра, то эта тема, она, наверное, самая известная Поступить на бакалавр, в принципе, может любой человек Есть у него и школьный диплом Но это история, которая будет длиться не менее трех лет Что касается магистра, то какие тут есть подводные камни Мы сейчас будем, в принципе, говорить только про эту историю При поступлении на магистры вы, естественно, должны уже иметь бакалавра Или уровень образования, приравненный в Канаде к бакалавру То есть в данном случае это наш диплом специалиста Обычно он здесь приравнивается к бакалавру В некоторых случаях у некоторых людей специалисты приравнивают к магистру Но в общем и целом все-таки это больше бакалавра Но даже если вы имеете степень магистра Или ваш диплом специалиста приравняли к магистру Вам ничто не мешает поступать на магистра здесь, в Канаде Здесь это нередко, когда люди, имея одну магистерскую степень Поступают на другую специальность для того, чтобы получить другую магистерскую степень Что в этом плане важно и интересно? Важно то, что в отличие от бакалавровских программ На магистерские программы существует большое количество разных гранатов И если вы светлая голова и у вас есть перспектива С точки зрения вашего направления учебы То вы в принципе можете переставать на стипендию И вы таким образом сэкономите себе средства на жизненное обучение Обучение в магистратуре стоит примерно так же, как и на бакалавре То есть для иностранца около 15 тысяч долларов в год Так, я сейчас говорю какую-то такую среднюю примерно ориентировочную цифру Так вот, что очень важно Помимо того, что вы должны иметь некий стартовый уровень образования Вы еще должны иметь достаточно высокую среднюю оценку Помните, в старое-старое время такая вещь была, как конкурс аттестатов Когда люди, которые поступали в институты, университеты Они проходили помимо вступительных экзаменов Еще конкурс аттестатов Не считалась средняя оценка по аттестату И чем выше у вас была средняя оценка по аттестату Тем больше у вас был шанс, что вы пройдете конкурс Здесь примерно та же самая история Здесь считается средняя оценка по вашему диплому И если ваша средняя оценка по диплому высокая Выше определенного порогового значения На каждой специальности И в каждом университете это своя цифра Допустим, вот в университете Шерберка, в котором я учился, который закончил Средняя оценка для магистратуры на экономическом факультете, на администрацион Была 2,5 Если у вас выше 2,5, то вас без вопросов брали Если у вас ниже 2,5, то если там чуть-чуть ниже То можно, наверное, было бы договориться с администрацией А если у вас оценка была существенно ниже 2,5 То тогда, скорее всего, вас по формальным причинам просто завернули бы Ну, это пример администрационно в конкретном университете Еще раз говорю, что в принципе, в общем и целом Оценка, как правило, должна быть больше 2,2 А дальше... Ой, карта, камера поехала А дальше смотрим по ситуации Соответственно, учеба, она может быть двухлетняя или однолетняя В зависимости от того, какой формат обучения Вы либо пишете диссертацию, либо не пишете диссертацию А пишете просто какой-то проект, который базируется на исследованиях и так далее И последнее, что важно, это то, что вы должны иметь научные руководители Которые захочут продвигать тему, которая интересна вам Или вам придется подстраиваться под научные изыскания вашего руководителя С тем, чтобы делать то, что интересно ему В общем, такая вот история Выбирайте университет Смотрите, какая вам нравится специальность И после этого списывайтесь с университетом Для того, чтобы узнать о требованиях научных руководителей И возможности получать стипендию И дерзайте Вариант достаточно быстрый И достаточно простой для всех, у кого есть глава на плечах За всем все Всем удачи, всего хорошего, до свидания Пока-пока